У Юлианы уже открылся ресторан. Главная новость этой недели, мы с Катериной расстались. Я думаю, что ты сейчас кормишься с чего-то другого, ты не слишком голоден. Сейчас мы проведем экспресс-разбор для Юлианы. Ты энергетически выглядишь мертвым. Да. Сколько стоит такой специфик? В июне тысячу евро. Никому до вас нету дела, вам вообще всем насрать на вас. Человек, которого я не верила вообще, ты сейчас наш супергерой. У тебя появляются новые условия в проекте. Хватит ли денег у ресторана оплачивать вашу семью? Давай, две недели, и мы решаем, ты наемный сотрудник или предприниматель. Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова, и это мое бизнес-шоу на канале Зажигалка. Шоу, в котором мы берем реальных людей, реальных предпринимателей и помогаем им сделать так, чтобы их бизнес решил те проблемы и задачи, которые у них есть. Кому-то нужно заработать больше денег, кому-то нужно открыть свой бизнес, кому-то нужно просто сделать так, чтобы о нем узнало как можно больше людей, и мы все это делаем. И сегодня в этом выпуске вы узнаете, как обстоят дела у трех наших участников. У Ярослава, у Юлианы. Сегодня вы увидите на самом деле, что у Юлианы уже открылся ресторан, и узнаете, что такого произошло у Людмилы, что просто повергло нас всех в шок. И мы снова думаем о том, что же нам делать сейчас. Так что не забывайте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить ни один выпуск, нажать на колокольчик, чтобы вам приходили вовремя уведомления, ну и вообще смотреть самое крутое бизнес-шоу. И зарабатывать вместе с нами больше и больше. Смотрите нас. Друзья, вы себе даже не представляете, куда мы приехали. Ты представляешь? Да, я приехал в ресторан. Представьте себе, что ресторан, который мы так долго ждали, они, по-моему, в октябре к нам пришли и обещали открыться в декабре, а сейчас у нас уже середина марта. И представьте себе, что мы вчера звоним буквально и говорим, Юлиана, надо бы что-то подснять, а она говорит, мы открываем. Юлиана Куранда, Украина, город Киев. Бизнес, запуск ресторана «Сема истории с нуля» вместе с инвесторами. Пришла в проект в октябре 2018 года. Два года назад мечта открыть ресторан. Цель запустить ресторан с нуля. Бюджет полмиллиона долларов с учетом покупки помещения. Что сделано? Привлечение опытного консалтинга в ресторанном бизнесе. Утверждение дизайна и концепции заведения. Какой срок? На открытие. Мы нереальный срок установили. Мы вообще нереальные сроки установили. Мы до Нового года, а там как мы? Утверждение с шефа. Разработка сайта. Запуск ремонта. Планируемое открытие 20 мая 2019 года. На данный момент стадия ремонта, заказа мебели. Ожидаем установку кухонного оборудования для того, чтобы приступить к утверждению меню. Юлиане помогает профессиональная команда. Виктория Рейникова, эксперт консалтинга в сфере ресторанного бизнеса. Алексей Петриченко, основатель сервисов шоп-экспресс и сайт-экспресс. Как они успели? Меню прямо на окнах написали. Меню прямо на окнах. Классно. Первый раз вижу такую фишку. Ролы. Чего первый раз ты видишь такую фишку? Меню на окна. Когда меню прямо на окнах, я читаю, и у меня уже слюньки текут. Сразу видно, что ты отстал. Круассан. Я хочу круассан, кофе, такой ролл. Причем я хочу, чтобы такой был большой угарь и чуть-чуть сыра. Ходем быстрее, блин. Хочу врываться. Пицца, пицца, пицца. О, пицца горяченькая. Помежали. А что они? Не успели выход сделать? Нормально, нормально. А где моя пицца? Ну ничего, может, что-нибудь дадут? Все-таки. Пошли посмотрим. Я так понимаю, пиццы сегодня не будет. Тем уже будет по стране. Куда уж уже. Привет. Привет. Привет, извините, столик. Пицца, так, Оля. Не забронировали. Не забронировали столик? Да, еще пока. Пикник будет. Я всех обманула. Я сказала всем, что было открыть. Все же ждали, но нет, нет, нет. Чуть-чуть, так быстро не бывает. Давайте-ка вспомним, что она говорила здесь в первый раз. Мы нереальные сроки установили. Мы вообще нереальные сроки устанавливали. Мы до Нового года, а там как бы... Мы хотим до Нового года. Чем быстрее. Не, ну все сильно изменилось. Уже как бы видна работа. Сейчас уже видно, что... Будем вообще представлять, сколько всего... Нет, больше всего сделаны работы, которые пока не видно. Что происходит? Я для начала хотела представить серого кардинала в нашем проекте. Да, серый кардинал. О котором я только пока говорила. И который, в принципе, все это сделал. И до этого и стало. Начало, можно так сказать. Так, значит, я так понял. Смотри, Володя, твой муж. Да. Он руководит теперь строительством. И я так вообще понял, что он тебя как-то сместил, потому что должна была быть директором ресторана ты? Скажем так, не сместил, а дополнил. Потому что за всем один управляющий, который занимается и продвижением, продажами, маркетингом, и процессором. Ты же молодец. Я остаюсь в деревне. А, ты остаешься в деревне? Конечно, у нас разделены направления. Это пока в теории. Мы еще вот завтра буквально встречаемся и утверждаем все вакансии, все ЗПшки и так далее. И штатное списание. Ты генеральный директор, да? Генеральный директор является Оксана Лапина, которая жена учредителя. И она, в принципе, финн-директор, которая отвечает за финансовую часть нашего ресторана. А мы контролируем процессы. Вы решили семью перевести сюда. А ты же работал где-то. Ну, да. И что? И как? Думая, но пока думать. Так что мы еще точно ничего сказали. У меня главный вопрос остается, хватит ли денег у ресторана оплачивать вашу семью? Привет, Люда. Привет, Оля. Ну, рассказывай, пожалуйста, какая у нас главная новость этой недели? Главная новость этой недели, мы с Катериной расстались. То есть наш партнерский бизнес закончился на данный момент. Почему так произошло, как ты считаешь? Мы оказались очень разными, очень разными. В ценностях, в подходе к созданию салона. То есть у нас очень много оказалось разногласий. Ну, старалась как бы смиряться, может быть, в какой-то степени. В какой-то степени где-то стерпеть. У нас было в тот день, у нас на 8 марта было много людей, а после 8 марта как-то у нас стало мало людей. Я смотрю, но никого нет утром. Девочки сидят, то курят, то чай пьют, то курят, то чай пьют. А тут заходит женщина. Пустой день. Значит, женщина заходит и спрашивает цену. Ну, она говорит, дорог. Разворачивается, уходите. Я думала такая, думаю, ну, никого нет, пусть девчонки подскрепнее. И уступила 23. Мастер с недовольным видом пошла стричь. Потом она мне начала высказывать. Так делать нельзя. Зачем тогда прескуранцы? И чтобы Людмила Николаевна здесь, значит, нужно, чтобы вы выписали чек? То есть начали какие-то претензии там. Естественно, я взорвалась. Я такого отношения не могла к себе потерпеть. Я ее вызываю в другую комнату и не говорю. Лера. Это, кстати, девочка была, которая укладывала тайного покупателя. Услуга, если честно, не очень понравилась, потому что волосы, ну, это обычная, как бы, укладка после мойки головы. И ничего не уложено. Как все телепается, как-то странно. Просто хорошо расчесанная голова. Я говорю, Лера, я хозяйка салона здесь. Я принимаю решение, по какой цене стричь, какая у нас будет работа, построение бизнеса. За это отвечаю я. То есть ты на данный момент исполнитель. Ты пришла там месяц назад, и ты уже мне диктуешь условия. Она мне опять начала противоречить. Ладно, я сдержалась. Потом я звоню Катерине, говорю, девчонки вообще обнаглели. Приезжает Катерина. Я говорю, Катя, давай проведем собрание. Проведем с девочками один раз. Мы поговорили, и девчонки поняли. Ну, то есть кто есть кто. Катя говорит, а ты знаешь, я на их стороне. Собрание было на эмоции. Высказала свое мнение. Катя сначала меня поддерживала, а потом она как-то стала на сторону мастеров. Мы начали спорить уже, каждый друг другу доказывать, выяснять отношения. Это все в присутствии мастеров происходило? Да, да. И мастера здесь подключились. Я смотрю, что они вообще уважения ко мне нет. И после этого вы приняли решение разойтись? Я хотела объяснить Кате, что мы работаем вместе, и мы должны друг друга поддерживать и друг за другом стоять. Несмотря кто что там скажет, это сотрудник. Она мне говорит сразу, еще не успела я даже разобрать эту ситуацию, она мне говорит, значит, поверни мне деньги, я больше работать не буду. Решили расстаться. То есть вот вечером, это по-моему 16 марта было. Ну, не буду рассказывать, что действительно мы разные, и мы так пообщались с ней, что действительно у нас разное видение на... А до чего вы договорились сейчас, что происходит сейчас? Она уже не работает в салоне, ее уже нету в салоне, правильно? Нет, она сейчас работает еще в салоне, потому что нет мастера в ее смену, так как я этих мастеров уволила двоих. Вернее, я уволила сразу, а вторая, которая поддерживала, тоже мы с ней расстались. Абсолютно верное решение. Да, то есть сейчас в одной смене нет мастеров, так как я к Кате хорошо отношусь. До чего вы договорились сейчас, что происходит сейчас? Она уже не работает в салоне, ее уже нету в салоне, правильно? Нет, она сейчас работает еще в салоне, потому что нет мастера в ее смену, так как я этих мастеров уволила двоих. Абсолютно верное решение. Так как я к Кате хорошо отношусь, несмотря ни на что, то, что мы разные. Мы создавали этот салон вместе и так далее. То есть я Катерине сказала, Кате, хочешь оставайся старшим мастером в салоне. Ну, она была тоже вся на эмоции. Сначала она сказала, верни мне деньги в течение трех месяцев. Я говорю, нужно высчитать за обучение деньги. А скажи, пожалуйста, а что у вас было прописано в ваших отношениях, если вы расстаетесь? Мы этот момент обсуждали, помнишь, изначально, что у вас должно быть понимание того, что если вы расстаетесь, что происходит? В договоре у нас прописано, что если она расторгает договор, то она лишается этих денег, вложенных в ремонт. Если я расторгаю этот договор, я ее выплачиваю. Но, несмотря на это, так как у нас произошло сейчас, я ей пообещала выплатить. Ну, мне совесть не позволяет, потому что она пропила квартиру. А ты уверена, что правильное решение оставлять ее в салоне? Сейчас я думаю, что она не останется в салоне. Мне кажется, это самое лучшее решение. А скажи, пожалуйста, еще ты с Еленой обсуждал уже эту ситуацию или у вас еще не было разговора? Да, с Еленой мы общались по этому поводу. Она предложила переговорить с Еленой, чтобы выплатить эту сумму в течение шести месяцев. Я считаю, что поскольку это вообще твоя инициатива выплачивать ей деньги, а в договоре указаны другие вещи, то ты, в принципе, можешь выплатить эту сумму тогда, когда у тебя появится возможность. Сейчас твоя главная задача запустить бизнес. У тебя уже все для этого есть. У тебя прекрасная команда. У тебя есть все мы. У тебя личный консультант, большой профессионал Лена Ломанова с сумасшедшим стажем. У тебя сейчас есть потрясающая Марина. У тебя, в принципе, все есть. Сейчас твоя задача просто сосредоточиться и нанять правильную команду. А то, что как руководитель ты сильно растешь, я думаю, все зрители будут тебе аплодировать стоя. Ты большая-пребольшая молодец в этом. Как твое настроение, скажи мне? Пару ночей я не спала, потому что, знаешь, какое было настроение? Как после развода. Да, это и есть развод, конечно. Так и есть. Был такой шок сначала. Получилось еще в мою сторону там были обвинения, в сторону того, что я шоу выбрала, какая-то ревность в шоу. Ты выбрала тебя. Выбирай тебя всегда. Мне очень нравится, что ты выбираешь себя. Ты делаешь потрясающий путь сейчас проходишь. Человек, в которого я не верила вообще, ты сейчас наш супергерой. И сейчас у тебя идеальная ситуация, потому что у тебя сейчас хороший салон, у тебя потрясающая команда, и у тебя больше нет партнера, который тянет тебя вниз. Просто идеальное решение. Где-то два дня у меня депрессия была. Потом, думая, нужно действовать, начало делать объявления. То есть на мастеров позвонила. Как раз же прохожу у тебя марафон. Там нужно было делать новые действия. Ну, думаю, надо делать новые действия. Что делать? Начала по знакомым прозванивать. Понаходила телефоны парикмахеров, которых я знаю. Завтра уже парикмахеры ко мне подойдут. Связалась с девочкой. Тоже была у нас ученица. Она сейчас преподает. Она мне сказала, Людмила Николаевна, дам классную вам девочку. То есть еще одну девочку. Потом мне позвонили по объявлению тоже. Ну, супер. Я очень за тебя рада. Тебя поддерживаем. С тобой на связи. Я думаю, что через неделю мы уже всем покажем какие-то твои результаты в этом деле. Слушайся, пожалуйста, Елену. Прислушивайся к тому, что она говорит. Вот все, что произошло сейчас, это тебе повезло. Это очередная твоя победа. Только ты поймешь это немножечко позже. Ты соберешь такую команду, вот увидишь, которая будет тебя поддерживать, которая будет в тебя верить, будет всегда с тобой. И у тебя все будет очень круто. Я тебе даю 200%. Мы это все увидим. Ну, давайте пару слов о том, что произошло. Ну, произошла, в принципе, очень закономерная вещь. Люди разошлись. Катя оказалась маленькой, вредной, завистливой девочкой. Вместо того, чтобы сейчас создать и воспользоваться шансом стать частью классного коллектива, банальная зависть, причем зависть к самой же себе, называется повезло так повезло, банальное вот это нежелание быть командой, стать одним мощным организмом, все, собственно, и сломало. Все наши прогнозы очень сильно оправдались. Я знаю, Катя, что ты это будешь смотреть. Это твой проигрыш. Ты еще маленькая, тебе 25, у тебя 125, и у тебя все впереди. Я думаю, что пройдет время, и ты поймешь, что не надо было так поступать. Но это опыт, и он тоже твой. Я восхищена людой. Я восхищена этой женщиной, потому что я посмотрела сегодня буквально первый выпуск. Посмотрела, какая она пришла. Посмотрите, пожалуйста, ведь у нас в плейлисте есть все выпуски Людмилы. И я сама говорила, что я в нее не верю, что она здесь делает. Но это потрясающий пример того, как человек, достаточно взрослый, из маленького города, с огромным количеством ограничений, с людьми, которые в него не верят, может брать и делать. Посмотрите, что она делает. Она превращается из робкого человека, из такого неумелого, скромного руководителя. Наконец-то появляется твердая рука, которая уважает себя, которая уважает то, что она делает, потому что она сейчас пашет. Которая безгранично, порядочно, и даже когда в договоре у них прописано, что Катя ничего не получает, человек говорит, я хочу ей выплатить. Это еще раз показывает их разницу между тем, Катей, которая кричит, отдай мне деньги за три месяца сразу же, и Людмилой, которая не должна этого делать, но говорит, я сделаю это, потому что я не могу поступить с человеком некрасиво. Потрясающее вот это чувство, человечность восхищена. Я абсолютно убеждена, что сейчас с помощью нашей Лены Ломановой, с помощью Марины Стахурской все наладится. Появится коллектив, появится продукт, который будет, я на 300% уверена, гораздо круче. Нужно всегда помнить, что когда происходит с нами нечто кризисное, я всегда повторяю, что иероглиф, который вот обозначает кризис, он обозначает и возможность. И каждый из нас сам выбирает в такой ситуации, как то, что с ним происходит, для себя использовать. Как кризисную ситуацию, упасть в депрессию, сказать, все, надоело, сдаю в аренду это все и бросаю, или использовать это как возможность. Люди очень страшно, постоянно, но она растет, и мы этот рост с вами наблюдаем раз за разом. Я сейчас вообще мега счастлива, я мега счастлива, что мы сбросили большой балласт во всех смыслах этого слова. Я очень счастлива, что Люда начала лечиться действием, когда два дня, говорит, пережила сложно, конечно, это развод, конечно, это больно, конечно, когда порядочный человек оставляет другого человека, он всегда испытывает какое-то чувство вины, ему всегда кажется, что это он виноват, что это он не научил второго любить, что это он не научил второго вот так болеть за дело. Команда – это всегда, когда люди на одной стороне. Вы можете убивать друг друга, как и в семье, где-нибудь за дверями, но при своих детях, будь это сотрудники или ваши родные дети, вы никогда не должны показывать того, что происходит между вами. Это просто последнее дело выяснять отношения вот так. Команда – это когда вы принимаете сторону второго, даже если вы не согласны, и при всем мире вы всегда одна армия, вы всегда друг за дружкой. Если этого не происходит, к сожалению, все разваливается. И я очень благодарна, что это произошло сейчас. Я благодарна Кате за ее слабость, за то, что она сейчас это разорвала, потому что, возможно, людям бы не хватило сейчас еще ее порядочности, и мы бы прождали еще несколько месяцев. Но я могу сказать вам точно, у Люды получится абсолютно все, и мы увидим это с вами своими глазами. И сегодня я вас очень сильно попрошу написать, люди, слова поддержки, написать, какая она красотка, потому что, мать вашу, она красотка, она просто мега. И нам нужно с вами у нее этому учиться. Поэтому, если сегодня произошла какая-то ситуация в вашей жизни, у вас нету партнера, порадуйтесь, потому что херовый партнер – это хуже, чем партнера, которого у вас нету. Если сегодня вам кажется, что у вас не получится, потому что у вас чего-то нету, посмотрите на Людмилу и увидьте своими глазами, что когда человек что-то хочет, все ему помогает. А команда у Люды просто the best. И она сама притянула ее в свою жизнь. И вы тоже сможете. Давайте... Так, вот это здесь что? Здесь главный зал, я так понимаю? Вот здесь главный зал у вас. Вот я сейчас покажу. Да, давай. У нас есть визуализация. А я хотела как раз спросить, вот эти светильники, которые ключевые, они будут ехать с Европы, это очень... То есть вы их заказываете? Сколько стоит такой светильник? В районе 1000 евро. В районе 1000 евро. Скажи мне, пожалуйста, в общем, концепт, как это называется, давайте расскажем людям. Ассоциации, естественно, с лесом, с отдыхом, с домашней обстановкой, в которую человек может прийти, как дома покушать, какую-то спокойную музыку послушать. Мы даже планируем диджеев, например, на пятницу. Давайте вы лучше... Вот расскажите, где здесь что будет, вот чтобы вы понимали. Давай, Иван, начнем вот сразу. Вот, если мы развернемся, здесь будет биокаминская. Здесь будет такое место уютное для двоих. Два кокона все такие будут, потолка. Скажите мне сразу же по поводу сметы. В районе 200 тысяч. Да, да, да. То есть вы влазили. Вместе с мебелью... 200 тысяч долларов. Немножко больше 100 тысяч. Дожди, а площадь, напомню... 237 квадратный метр. Ага, 237. Ну, то есть, как и говорили, около 1000 долларов на квадратный метр. Да. Вот в этом месте будет у нас барная стойка. Тоже вся облицована песчаником. И вот эта вся стена будет тоже в песчанике. Вот в этом месте будет... Вот такая у нас как бы стена есть, да? Но тут еще вариант... Это вот этот ковер, да, где-то должен быть? Да, вот он лежит, такой вязаный ковер. Мягкий уголок здесь будет. Уверена, что многие из вас помнят сервис Evolution. Знаю, что очень многие его испробовали. И несмотря на то, что некоторые писали, Ольга, ну как же так, это все не работает. Я на самом деле считаю, что это работает. И это работает. Итак, Evolution это сервис, который помогает вам узнать свое предназначение за одну минуту. Вы можете посмотреть отдельный выпуск по этому поводу. Ссылочку оставлю внизу, потому что, как вы помните, кто не в курсе, вы можете перейти на этот ресурс, ввести промо-код зажигалка, получить скидку. И все это недорого стоит. Узнать, в общем-то, о том, в чем заключается ваше предназначение, какие у вас есть сильные стороны, слабые стороны, что необходимо делать для того, чтобы у вас было больше побед, нежели провалов. Я очень сильно ждала, когда, наконец-то, Evolution сделает расклад по Юлиане. Когда Паша, лично основатель этого сервиса, расскажет, в конце концов, какие же сильные стороны у нашей участницы Юлианы, которая сейчас занимается рестораном. Потому что Юлиана пришла к нам изначально с идеей быть дизайнером. И вообще, очень многим людям показалось, ну как бы, как-то странно. Тут быть дизайнером, тут друг инвестора, полмиллиона долларов, ресторан. Как это все может быть? Значит, интересно, что узнала я о Юлиане. Значит, какие у нее классные качества есть. Первое, это она умеет собирать команду людей под себя, что круто, привлекать в свою жизнь правильных людей. Второе, это она очень хорошо разбирается в людях и сама по себе является уже интуитивно. В нее это заложено маркетологом. То есть, рассказывая о том, что она делает, уже будет происходить наилучший маркетинг для того дела, которое она выберет себе основным. Ну, чуть больше узнаете сейчас от Паши. Ссылку на сервис Evolution я оставляю внизу. Так что заходите и смотрите. Уверена, что это будет для некоторых из вас мега полезно. Доброе мгновение, друзья. Итак, сейчас мы проведем экспресс-разбор для Юлианы. Смотрим на дело жизни. И первое, что здесь видим, это талант принятия крайностей других людей. Это означает, что данный человек может принимать крайности в проявлении других, и поэтому он становится таким человеком, который способен просто соединить команду вместе, собрать людей. Такие люди просто необходимы для бизнеса. Это один из ключевых бизнес-талантов, потому что благодаря именно таким людям компания может быть собрана. Видим здесь талант начинания в эмоциональном драйве. Это означает, что человек может быть очень хорошим стартапером, то есть работать в проектах, где как раз требуется что-то начать, но дальше необходимы будут те люди, которые могут это продолжить, то есть те, у кого есть талант роста и расширения. Поэтому Юлиана хороша в основном на стартапах. Дальше может выгорать. Видим, есть в притяжении талант анализ эффективности, то есть это способность определять, что эффективно, какая стратегия, какой паттерн. Все, что вызывает сомнения, нужно задавать дальше вопросы для того, чтобы группа, креативная группа могла найти ответы, могла проработать какой-то шаблон, какую-то стратегию. Видим, есть талант маркетинга, пиара, это вклад в общую способность через демонстрацию привлекать внимание людей к чему-то ценному, важному. Это также один из необходимых бизнес-талантов, без которого люди просто не узнали бы о какой-то компании. Видим, что здесь есть талант к статистике, к сборам данных, к расчетам, к бухгалтерии, также возможность иметь хорошую память. Видим, есть способность находить то, что не функционально, не работает, что мешает компании достигать, поддерживать благополучие и, соответственно, видеть то, что необходимо исправить. 48-й талант в призвании — это глубинные решения, это способность находить любые решения, задачи, проблемы общества, помогать людям видеть, что им следует развивать, 44-й талант помогает хорошо разбираться в людях, найти тех людей, которые помогут достичь цели — это таланта HR. В законах успеха также есть истинные ценности. Это то, что помогает найти ценности, на основе которых, опять же, действуя в согласии с которыми, компания будет более долгой и более процветающей. И в мировоззрении здесь 32-й талант — это талант, который в бизнесе может быть выражен как финансовый директор, то есть это способность оценивать людей, сколько нормально платить людям, какие цены назначать на товары и услуги, видеть какой-то устойчивый путь в развитии компании, в развитии бизнеса или даже в развитии отношений, видеть то, что помешает, и исправить, искоренить эти слабости, адаптировать что-то старое работающее к новому. Здесь у нас будет кухня. А, все тут уже по-другому. Здесь, да, мы поставили перегородку, тут будут холодные процессы, здесь будут горячие процессы. Скажите, пожалуйста, мне, сколько времени вы сейчас ставите на то, чтобы закончилось, ну, вы перешли уже к каким-то отделочным, конкретным работам? Когда это должно произойти? Через неделю. Через неделю. То есть через неделю вы же начнете красить, да? Мы уже через неделю не красим, здесь будет плитка, потому что сейчас второй этап, вот на этой неделе мы делаем электросхему, разброс, ну, электро-минникам. Мари, сегодня 19 марта, какого числа открытия? Ну, планируем где-то 20 мая. Апрель-май, 2 месяца? 2 месяца. Какие проблемы сейчас ключевые? Есть что-то такое, что стало проблемой? С Викой вы взаимодействуете сейчас? Конечно, конечно. Да, постоянно. Какая работа сейчас с Викой проходит? Сейчас мы под наш ресторан, под нашу концепцию оттачиваем вакансии, потому что вакансии даже администратора зала, например, менеджера, у всех заведений разные, разные функциональные обязанности. Мы делаем сейчас систему, оттачиваем, на следующей неделе делаем на год маркетинговый план и уже занимаемся. Кстати, по сайту нам спасибо большое, прислали скелет сайта, который мы будем заполнять уже через неделю. У нас в конце недели... То есть Алексей вам сайт сделал? Да, в косу сделал. Мы теперь будем в нашем фирменном стиле его заполнять. Сейчас у нас тоже работают ребята. То есть над дизайном работают сейчас, над разработкой фирменного стиля всего? Сколько стоит заказать фирменный стиль у хороших ребят? Две-три тысячи долларов, а сейчас дороже. Начали вести какой-то блог, страничку в Инстаграме, что-то ты начала показывать людям, как проходят работы? Я сейчас работаю над системой в плане того, что делаю... Вот хочу закончить с нашими вакансиями, потому что я смотрю разные системы ресторанов, я делаю пособие официанту, пособие бармену, то есть это мини-книги, которые хочу проработать. Ты сейчас теряешь очень важный момент, как по мне, маркетинговый, который тебе не стоит много времени и усилий, но показать людям, это очень классный ход. Я сейчас читаю книгу основателя Дэду Пиццы, и он рассказывает о том, как он запускал изначально книжный магазин на шестом этаже торгового центра в Сыфтывкаре, на секундочку, на шестом этаже. И он понял, что, понимал, что люди туда не дойдут, но это единственное, что он мог себе тогда позволить. И он начал вести как раз блог в интернете, где он рассказывал о том, как он это место открывает, запускает. И мы об этом говорили. Я тебе очень рекомендую сейчас включить свой инстаграм и просто сохранять все эти моменты, потому что это очень классно. Вы сделали абсолютно правильную вещь. Вы уже на окнах написали, что здесь будет для того, чтобы аудитория к этому привыкала. И вот все равно, поверь мне, как не самому плохому маркетологу в стране, что это точно не навредит. Вот сто процентов это плохо не сделает. Но то, что это может дать дополнительную историю, это факт. Так, что у нас здесь? Здесь будет рабочий кабинет. Для кого кто тут будет? Ну, здесь будет сидеть товаровед, управляющий, ну, возможно, еще параллельно финансист. Окей, а есть где место для персонала? Место для персонала? Где надо раздеться персоналу? У нас здесь будут шкафчики, да, как бы вот здесь они будут раздеваться. Здесь у нас будут холодильные камеры, такое маленькое дополнительное оборудование. У нас, что у нас местное, что у нас импортное? Импортное это сантехника. Импортная сантехника, дерево у нас, естественно, местное, мебель местная, и светильники у нас частично привезенные. То есть местный производитель нас абсолютно сейчас устраивает? Вполне. Привет, Ярослав. Привет. А у тебя вчера, ты говорил, была встреча с потенциальным клиентом. Расскажи нам, как у тебя получилось. Встречи не было. То есть сегодня только отправил смету, договорились, вечером созвонились. Мы вчера с тобой договаривались сняться, ты говоришь, я не могу, там у меня встреча с клиентом. Потом расскажу после встречи, приеду, расскажу. Вчера, ну, вчера у меня не получилось, потому что я же готовил смету, то есть прозвонил всех поставщиков. Я не могу понять, смотри, позавчера я тебе позвонил, говорю, давай завтра снимемся. Ты говоришь мне, как раз я завтра с клиентом встречусь, и потом после этого я расскажу, как у меня получилось. А сейчас ты говоришь, что ты вчера готовил смету. Просто я не то, что я пытаюсь понять, я что-то не так понял или что? Нет, я на среду, то есть готовил смету, то есть у меня получается, что поставщики сдвинули по материалам, и я, у меня все сдвинулось. Я, то есть сегодня отправил, и то есть вечером. А что это, в смысле, какие материалы тебе? Ну, материалы, то есть я же готовлю и по работе, и по материалам, полную смету. Вот, это же тоже зависит не от меня, то есть как там поставщики отправят некоторые материалы, которые надо проверить, обсчитать, сколько надо. Это затянулось, это все. Слушай, у нас, получается, значит, смотри, мы с тобой с начала февраля начали активно заниматься продажами. Сейчас у нас сегодня 21 марта, то есть почти два месяца уже мы с тобой занимаемся продажами. Ты встретился с тремя экспертами по продажам. Да. Тебе сделали квиз, настроили рекламу, ты получаешь лидов, ты разместил везде объявления на досках плюс объявлений, и ты работаешь, тебе еще Юлиана какую-то там подогнала потенциального клиента в школу, и у тебя процессы, как ты видишь, когда у тебя первая продажа может состояться? Первые продажи, я думаю, если конец марта-апрель. Конец марта-апрель, но сейчас тут конец марта уже. То есть ты думаешь, что со дня на день у тебя что-то должно произойти? Ну, я думаю, что с данным клиентом, который я вот ездил, замерял, то есть он на контакт, то есть спокойно идет, и цифры озвучивал, осталось с ним согласовать это вечером. А откуда он взялся? Это с сайта, ну, который я прозванивал, с квиза, с квиза, то есть потенциальный клиент пришел с квиза. Это частный дом, да? Частный дом, да. Ну, фотографию я сброшу, договорился. Вот, и плюс я, то есть нашел, вроде по общению, то есть и по портфолио дизайнера, то есть если мы по смете сойдемся, я ему предложу, то есть дизайнер, чтобы выехал, сделал замеры и сделал ему визуализацию. Визуализацию. Да. А еще у тебя есть потенциальные клиенты? Потенциальных пока нет. А ты сейчас сколько времени, примерно, уделяешь тому, чтобы продавать? Ну, если брать, у меня уходит, допустим, на подготовку сметы где-то около трех дней. Нет, я имею в виду, ты лично, вот сейчас, ты новый бизнес у тебя, ты запускаешь новый бизнес. Сколько времени ты уделяешь в день, ну, примерно, вот, своего времени, своей энергии у тебя на это уходит? Ну, там, полдня, например, а половина дня ты чем-то еще другим занимаешься? Ну, или ты только этим больше, чем другим не занимаешься? Полдня, примерно. Да. А вторая половина дня? Вторая, ну, параллельно занимаюсь. Вот понимаешь, вот этот эффект параллельности, он очень сильно виден. Когда мы начинаем бизнес, мы для того, чтобы его запустить, нам нужны сверхусилия. Сверхусилия. То есть нам нужно энергии еще в два раза больше, чем это нужно тогда, когда твой бизнес работает. Когда он работает, ты должен быть уже на максимуме. То есть это твой максимум, умноженный на два. И то, что у тебя в течение двух месяцев практически уже вот такая ситуация, которая есть, а по факту у нас нету ни одного клиента. Пока это наши гипотезы и предположения, что этот клиент может быть. Это показатель того, что ты этим не живешь. Вот смотри, нам регулярно пишут о том, что, ребята, почему нету результата? Почему у участника вот такие слабые результаты? Почему у Людмилы, например, есть результат, а у других нету? А я тебе объясню. Потому что я с Людмилой общаюсь каждый день. Она мне пишет каждый день. Она мне звонит через день. Я знаю все, что у нее происходит. Она дергает всех своих экспертов. Все подкреплены. И у нее происходят сумасшедшие вещи и очень сложные. Но она идет вперед, потому что у нее нет выбора. У нее нет ничего другого. У нее на это полноценная ставка. И ее выручки растут, несмотря на то, что у нее в салоне просто полный коллапс. А у остальных не происходит, потому что вы в этом понарушку. Вы в этом по чуть-чуть. Вы как бы что-то делаете, но это совсем не до конца. Вы полностью этому не отдаетесь. Вы очень сильно надеетесь. Это все предприниматели на самом деле в твоем лице, которые начинают этот путь. Вы надеетесь, что что-то произойдет само по себе. Как-то там, когда-то я буду что-то делать, и вот сейчас он вырулит этот клиент, и вот тогда, и вот-вот, вот-вот, вот-вот он будет. А ни хера вот-вот не получается. Вот-вот не получается. И ты знаешь, вот у меня ребенок спортсмен. И я сейчас с очень многими, за многими спортсменами наблюдаю и смотрю на их путь. И вот говорят, тренер хороший, или тренер плохой. Но одного и того же тренера могут быть как олимпийские чемпионы, так и полные неудачники. Потому что результат всегда зависит от двух сторон. Смотри, ты пришел, мы дали тебе людей, которые занимаются продажами. Вы обменялись телефонами. Ты звонишь им? Нет. Ты не звонишь и не пишешь нам. Ты даже трубку не всегда снимаешь, когда мы тебе звоним. Ты очень занят. Мы тебя дергаем. Ты постоянно находишься в пассивной позиции. Предприниматель не может быть пассивен в принципе. Предприниматель – это всегда активная позиция. Достать, особенно в начале, добиться своей цели, проломить стену. Предприниматель не может быть в пассиве вообще никак, без шансов. Потому что бизнес – это постоянный путь вперед, постоянное сражение, постоянное преодоление прежде всего себя, своих слабостей, своих страхов. Да, у тебя ниша непростая, но простых ниш нет. В строительстве необходимо B2B много продаж, необходимо постоянно пробивать, необходимо продавать. Ты сидишь, ты мямлишь. Ты сидишь сейчас вот такой вот скучный. Я все надеюсь, что ты проснешься, но ты не просыпаешься. Ты сидишь, ты что-то, ну, меня, ну, ны-ны. Ты даже не подумала о том, что, блин, а какого черта я три дня трачу на смету, с человеком ничего предварительно не подписав? Оптимизируй процесс. Оптимизируй. Так ненормально тратить три дня на человека, который не факт вообще, что тебе что-то купит. Но твоя позиция сейчас полный пассив. И то, что ты этому уделяешь полдня, ты врешь. Я думаю, что ты сейчас кормишься с чего-то другого. Ты не слишком голоден. Потому что мы рвем жопу тогда, когда мы слишком голодны, когда у нас нету шансов, когда мы либо тут взяли, либо мы сдохли. Вот тогда шансы появляются. Ты не голоден. У тебя нету этого. Ты откуда-то кормишься, это как бы потихонечку развиваешь, но понимаешь, так не будет дела. Так ни у кого вообще никогда не будет дела. Сейчас с каждым днем, с каждым моментом все время ситуация на рынке усложняется. Огромное количество людей появляется. Работа становится меньше где-то. И появляются люди очень голодные. Очень голодные. Очень замотивированные. Если ты не голодный, не замотивированный, у тебя нет шансов против них. Поэтому мы решили тебя замотивировать. И мы поняли, что бесконечно тянуть эту историю в надежде на то, что у Ярослава когда-то что-то произойдет, мы не хотим. Потому что вполне возможно, что ты просто банально не предприниматель. Что твоя история устроится на работу и работать. Может быть, в такой компании получить опыт. Поэтому у тебя появляются новые условия в проекте. В принципе, ты их сам озвучил. Ты сказал, что у тебя в ближайшее время должен появиться клиент. Мы тебе решили сделать дедлайн. Либо ты в этот дедлайн что-то делаешь, у тебя что-то происходит. Либо мы понимаем, что это просто не твое. Ну, не надо тебе этим заниматься. Ты просто не предприниматель. И все. У тебя есть ровно две недели. Это тоже нормальный вывод, что признать себе предпринимательство это не мое, пойду я на работу устроюсь. И тогда, если ты за две недели не сделаешь ни одной продажи, у тебя не появится клиент. Клиент должен появиться не на словах, а на деле. Мы к нему приедем, снимем этот объект, познакомимся с клиентом. То есть, на самом деле, убедимся, что он есть на самом деле. Вот смотри, у нас сегодня 21 марта, у нас срок 4 апреля. Ты можешь за эти две недели, можешь сегодня сказать все, чего тебе не хватает, каких тебе не хватает опций, знаний. Мы готовы тебе все дать, но мы хотим твою активную позицию. Предприниматель это не человек, которому вкладывают рот, это человек, который хватает. Это человек, который сам добивается то, чего ему нужно. Ты сейчас находишься в одном из лучших своих жизненных ситуаций, в одной из. Потому что... Ты можешь получить все, что захочешь. Ты можешь получить все, что захочешь. Ты находишься в максимально мотивационной среде, поверь мне. Очень не сомневаюсь, я что кто-то будет еще рядом с тобой, кто будет тебя пихать и толкать, так как сейчас это делаю я. Да ты никому не нужен. Люди, предприниматели, они никому не нужны. Каждый сидит и думает, хорошо, что у него херово, замечательно. Конкурент радуется, что у тебя херово, твои друзья думают, супер, значит у меня еще не так херово. Или у меня не сильно херовее, чем у него. Вот, и поэтому ты должен всем показать, что ты чего-то стоишь, либо решить, что ну это не могло, это тоже нормально. твой личный вызов, не по полдня. Вот просто дать себе период времени. Предприниматели никогда этого не делают. Все, ну не никогда, но очень многие. Вы растягиваете это на 157 лет. Так нельзя. Ты выбираешь себе период, это твой марафон, ты выкладываешься в него и ты говоришь, я сейчас полностью этому отдаюсь. Если у меня не получается даже в таком формате, то зачем тогда? Понимаешь, бизнесы делают по-разному. Одни всех нанимают, у кого есть деньги, в надежде на то, что они это сделают. Ты можешь нанять себе отдел продаж. Потому что продавать всегда больно, неприятно, надо себя пихать, надо звонить, надо разговаривать, это всегда боль. Но по-другому нельзя. По-другому нельзя, не бывает. Можешь нанять отдел продаж, потратить пятнашку, двадцатку, вот мы сейчас узнавали, чтобы сделать отдел продаж. Будет ли он продавать? Не факт. Вообще. Мы не можем пробить потолок вместо тебя. Мы наблюдаем за тобой, это мы наблюдаем за тобой с февраля сейчас, но ты же начал это еще раньше, и ты занимался другими вещами. Потому что твоя голова тебя оттягивала и говорила, давай-давай-давай, пока вот тут денежки есть, мы этим позанимаемся, потому что не хочется. А для того, чтобы перейти на новую ступень, нужны сверхусилия. И врать себе, я не хочу, чтобы ты врал себе. Вот я за этим наблюдаю, и Сергею сказала, он просто врет, сидит себе, он приходит к нам, он что-то чуть-чуть делает, он надеется, что что-то произойдет, но ни хера. Но ты делаешь как бы для того, чтобы нам показать, что ты что-то делаешь в основном. Я наблюдаю эту картину, что ты больше имитируешь. У тебя типичное поведение наемного сотрудника, который работает на работе, он изображает, что типа вот, я же все делаю, просто нету результата, клиенты не те, сезон плохой, кризис. Но если бы тебе нечего было есть, у тебя бы был результат, я тебе сто процентов говорю. Если бы это был твой, единственная твоя была история заработка, у тебя бы был результат. Вот предприниматель, он не может без результата, он его обязан получать. За тебя никто не сделает результат. Ну, некому больше. Давай, две недели, и мы решаем, ты наемный сотрудник или предприниматель. Ну, давай дадим право слова. Давай. Ну, с одной стороны, то есть, в некоторых ситуациях я согласен, то есть, с вашими словами, вот, что есть, да, там, где кормиться, но есть, допустим, то, где там, кормиться, да, то есть, ты берешь деньги там на рекламу и так далее, то есть, то есть, смотри, а зачем тогда ты этим занимаешься? Тогда туда направь энергию, там просто сделай больше поток денег, где ты кормишься. Зачем ты еще что-то развиваешь? У тебя, получается, не там, не там, ты ничем толком не занимаешься? Ну, мне, допустим, ну, интересно, ну, то есть, вот именно, как определить, как я, то есть, читаю, разбираюсь, то есть, езжу, она меня заинтересовала это, я хочу этим заниматься. Вот. Просто, что понятно, что результатом, ну, может, это от меня, да, есть, что не максимум я выкладываюсь в этом направлении. По поводу не согласен, что я там создаю иллюзии, что я этим занимаюсь, я с этим не согласен, потому что, ну, а что ты не обращаешься никогда? Почему ты не позвонил ни одному эксперту, все тебе дали свои телефоны, сказали, звони, когда тебе надо, ты нам можешь всегда позвонить, ты никогда ничего не спрашиваешь, ты никогда, вот, ну, не говоришь, ребят, давайте я продажу свою покажу, вы мне посоветуете, дадите фидбэк. Ну, что ты сам, почему ты такой пассивый, полный? Ты сидишь, и даже у тебя клювик даже не открыт, чтобы в него положили, это мы тебе сами подлетаем, говорим, Ярослав, открой клювик, мы сейчас тебе вот положим очередное что-то туда, пожалуйста. Поэтому мы поняли, что ты все время в ожидающей позиции, все время в позиции пассивной. И это может тянуться очень долго, ты потихонечку, помаленечку, как-то так, но так не делается бизнес, так ничего не запускается, понимаешь, оно умрет еще в процессе. оно может произойти, но не в шоу у нас, понимаешь, ты можешь годами это делать, зачем ты тогда к нам пришел? Ты это можешь без нас делать, если ты к нам пришел, у нас надо это делать быстро, мощно, раз ты пришел конкретно сюда. То есть ты пришел, ну, ты пришел в профессиональную лигу, либо уйти в любители, сказать, нет, я не буду в это играть, ну, это слишком тяжело для меня. Я тебе скажу больше, я абсолютно уверена, что нас сейчас, а особенно с нашим планом, даже чуть позже, будут смотреть огромное количество людей, ну, однозначно хороший процент, твоих потенциальных клиентов, но ты же не презентабельный для них. Ты энергетически выглядишь мертвым. Люди сегодня не хотят общаться с мертвыми людьми. Посмотри, нас сейчас смотрят очень много людей, твоих потенциальных клиентов. Как думаешь, они захотят у тебя сейчас покупать твои услуги? Ну, на данный момент, наверное, нет, потому что у меня нету презентации, то есть, что я, что, ну, причем здесь презентация, ведь самая главная презентация, это ты, вот, что ты из себя представляешь? Когда они видят, что ты сидишь, мертвый, они что подумают? Я к нему обращусь, и буду его все время пинать, чтобы он мне сделал потом, потому что производишь впечатление человека, которого нужно пинать все время, тащить, иначе само ничего не произойдет. мы были на выходных, мы покажем это, наверное, в следующем там, каком-то выпуске, мы были, такой проект есть сейчас, «Школа героев», и там дети, школьники, и они выходили, в зале сидели взрослые люди, мы, предприниматели разные, у кого инвестора даже были, инвесторы, инвесторы, простите, вот, и они презентовали свои проекты, которые они хотят реализовывать, у них было, поскольку, 30 секунд, дети выходили, я была поражена тем, насколько ребенок, горящими глазами, может за 30 секунд, объяснить, с горящими глазами, объяснить и рассказать, что он делает, и кого он хочет сейчас увидеть, с кем он хочет пообщаться, какую информацию он хочет, или ценность для себя получить, это мега круто, я смотрела и думала, мать твою, так у нас оказывается есть будущее какое-то, потому что, если бы сотрудники приходили так на собеседование, и рассказывали о своей ценности, мне было бы гораздо проще, предприниматель это горящий человек, когда ты продаешь человеку, ты должен ему продавать так, чтобы ему прежде всего хотелось с тобой общаться, чтобы он понимал, что, блин, есть контакт, это самое ценное, смета, цифры, это уже остальные вещи, молодые мальчики-предприниматели ищут под стартапы деньги, объясняя свою идею на пальцах, вот их задача, или заставить в себя поверить, или нет, это главное, ключевое преимущество, горение происходит только тогда, когда ты понимаешь, что мать твою, это мое, я буду биться, как я знаю, за свой ютуб канал, что мой миллион будет, я найду для этого все, что мне нужно, потому что нет вариантов, никаких других, все, ничего нету, не хочу ничего другого, и тогда тебе люди верят, ты будешь конкурировать с цифрами, ты будешь конкурировать еще чем угодно, когда тебе поставщики дадут, какие-то там цели, презентация это ты сам, я привлекала деньги под выставки и под всякие мероприятия, когда я понимала, что у нас есть три дня, и если мы не найдем денег, то капец, у меня не было ни презентации, ни времени на этого, ничего, но я понимала, что будет капец, я привлекала под это, мы приходили к людям, с моей подругой Татьяной, Копытка, и махали руками, и мы сколько, за два дня мы собрали 10 тысяч долларов с компанией, объясняя им, почему им это нужно, это первый раз, такого еще никогда не было, мы не можем вам этого показать, но это будет пипец, как классно, и самое главное, вы сами в это верили, да, и это не сработало, и это был провал, между прочим, и мы провалили этот проект, идея не сработала, но они это продали все равно, но мы это продали, и мы в это верили, в данном случае, немножко другая история, она более понятная, но как это, у меня нет презентации, а какого черта ты не скажешь, ребята, слушайте, мне же надо это презентовать, у меня нет презентации, давайте, я тут что-то накалякал, мне нужен человек, который это оформит, ты сейчас в проекте, ты это сейчас можешь получать для себя без лишних инвестиций, но ты этого не делаешь, но ты этим не пользуешься, потому что твой мозг этим не живет, вот я сейчас живу своим проектом, я тебе расскажу, я Сережу сегодня во сколько я тебя будила? В 6 утра. Сережа, вставай, и мне мысль пришла в голову. И мы начали обсуждать, да, эту идею. Потому что проснулась я в 5-10, потому что я знаю, что с 5 до 6 меня никто не будет трогать, дети не надо будет в школу собирать, кот еще не будет орать в мой будильник. Она спит и живет каналом, да. Потому что это все, у меня больше ничего нету. Я специально обрубила себе все, чтобы жить этим, чтобы развиваться в этом, чтобы не оставлять себе шансов. Потому что я этого хочу, я это знаю, а ты не знаешь. И это ключевое, с чем тебе нужно определиться. И сделать это или не сделать, еще раз тебе говорю, тебя никто не будет пихать, поверь мне. Ну, никому нету до тебя дела. Ну, вот вы поймите, никому до вас нету дела. Вам вообще, всем насрать на вас. Каждый человек живет в своей коробочке. И все. Жена тебя может попилить, там еще что-то. Но по сути, все равно. Ты, как предприниматель, это особенная порода людей. Та, которая сама себя может по спирали раскрутить и потом херануть, понимаешь? А в противном случае нужно на работу. На работу. Тихонечко сидишь себе, там денежки платят. Замечательно, классненько. Может быть, на стройку пойди в такую же компанию, которая этим же занимается. Это вариант. Это не плохой вариант. Это не говорит о том, что ты плохой, хуже, лучше. Просто да. Своё место. Ты должен понять, где твоё место. Но в предпринимательстве или оно за его пределами. Если ты к этому не готов, окей, прими решение. Не надо это тянуть. Не тяните. Жизнь заканчивается в любой момент. Всё, завтра тромб оборвался, еще что-то. Заканчивается. Живи сегодня, в этом моменте. Не когда-то потом. Когда-то потом будет лучше, когда. У тебя морщины уже, у меня тоже. Я когда познакомилась с сыном Сергея, ему было 18 лет. Я ему сказала, ты, 30 наступит очень быстро. И если ты сейчас не поймешь о том, что став на одни рельсы и делая одно дело очень круто, ты уже в 30 будешь чувствовать себя замечательно, то в 30 ты проснешься и поймешь, что ты пролезал за 10 лет. Сколько нам сейчас будет лет? 30 лет будет ему через 2 дня, моему сыночку старшему. И он пролезал это время. И оно прошло. Тогда ему было 19. Оно прошло. Вот это ужасно. Это отвратительно, что время реально быстро летит. А нам кажется, что когда-то потом, когда, и точно так же 40 будет. потому что если ты в этом моменте не начнешь жить на максимум, выжимать день этот на максимум, не ставить себе планку, как будет выглядеть мой день на 10 баллов и попробовать хотя бы неделю прохерачить на 10 баллов. Посмотреть, будет ли это отличаться. А поверь мне, будет. Прежде всего, твоя энергия будет отличаться. Даже если результат будет несколько позже, он будет. Но если ты будешь шабашить этим в своей голове, у тебя будут идеи, у тебя будут какие-то неудачных 300 презентаций, но ты зато будешь понимать, где были твои ошибки. Я за год совершила миллиард ошибок в этом шоу. Но я их совершила не в голове, а на деле. Я на деле тысячу раз провалилась. Но зато у меня есть 10 кубиков, из которых которые получились. На которых я все дальше строю. Потому что сделанное лучше, чем не сделанное. А для того, чтобы было сделанное, нужно максимально. Твоя максимальная фокусировка на этом. Максимальная. Ты сейчас заводишь машину, которая никогда раньше не ехала. Тебе нужно ее завести и прогнать по трассе. Ехать за рулем, одновременно ее толкать, понимаешь, прыгать, собирать на ходу. Ну и твоя энергия для этого нужна. В пассиве нет. Не бывает пассивных предпринимателей. Я не знаю ни одного. Он все понял. Пошли работать. Осталось две недели. Время пошло. Две недели. Окей. У меня к тебе несколько вопросов. Вопрос номер один это это как сейчас происходит ваше взаимодействие и насколько вы величины Андрея и Оксана? Андрей наблюдатель. Но естественно он все обсуждает я думаю дома. Он в курсе всего. Он ему все нравится. Пока у него вообще никаких нет. Идеальный инвестор. Все нравится. Нравится потому что он видит работу. Он видит отчеты. Он видит все что делается. Мы идем впереди дизайна на шаг. Потому что дизайнер за нами даже не успевал. Он говорит какая конструкция. Подождите вам надо вот это это еще. Помните мой выпуск про инвестиции. вот смотрите нашла мы его вчера смотрели. Да ну вот повезло я согласна. Молодец. Ну мало того что это как бы она ее где нашла это вот в конце там об этом говорил это среди знакомых просто. Сто процентов потому что Андрей во-первых знает какой я человек видит какой я человек видит мою семью и еще что немаловажно мы эту тему просто уже не раз обсуждали с ним мы к ней пришли просто он созрел он не сразу это было еще 2-3 года назад он тогда сказал ну не знаю ну как бы неубедительно Оксана чем занимается? Оксана занимается полностью бухгалтерией оформлением документов и это все на Оксане она финансовый директор ей это нравится? это ее профессия у нее образование это ее профессия она очень дотошный человек внимательный ну все самое интересное конечно же начнется тогда когда пойдут реальные цифры реальные выторги реальные новые проблемы задачи их решения потому что сейчас пока в бизнесе самый приятный момент бизнеса нету есть инвестирование денег вот есть вот это конечно самое красочное но я думаю что шансов очень много потому что все-таки подошли к этому моменту профессионально мы с тобой вот за кадром только что сказали о том что изначально то что было в голове и то к чему в результате пришли благодаря правильному консалтингу да благодаря вики это как бы разные вещи конечно давай значит у нас осталось два месяца ориентировочно до открытия пока которое планируется но теперь же реально видно ли реальные сроки видно что это уже как бы ну по плану идет ну да значит у нас сейчас процесс появится кухня и начнется как это называется правильно с блюдами расскажи мне процесс дегустации просто мы будем пробовать нашего бренд-шефа мы будем пробовать нашего бренд-шефа плюс параллельно идет сейчас набор персонала будет идти параллельно когда мы сделаем кабинеты мы будем с ребятами разговаривать о чем-то то есть мы уже себе портреты потенциальных кандидатов представляем что это должно за люди мы в шоу тоже Юлиана озвучит эти портреты да дадим вам ссылки где размещены вакансии для того чтобы возможно вы талантливый человек да у вас есть опыт и вы также сможете принять участие в отборе и стать частью команды тем более которую вы уже знаете это тоже хорошо есть ли еще кто-то что-то кого мы сейчас можем попросить найти или использовать наш ресурс например поставщики поставщики да как бы мы всех ждем начиная там от морепродуктов каких-то да допустим вот может нам с Одесси смотрят или еще где-то смотрят пожалуйста никогда вот очень часто зрители пишут где мне найти этого героя как мне ему написать пишите прям в комментариях мы все читаем Юлиана будет читать комментарии если вы поставщик пишите в комментариях что вы предлагаете а вам такой супер инсайт секретный да что ссылки на всех героев размещены под каждым выпуском с этим героем но это большая тайна никому не говорите никому не говорите мне часто как связаться с этим человеком это вопрос а еще еще вам расскажу об очень такой вещи вы можете найти все что угодно есть такой очень тайный особенный сайт называется гугл и там если вбить представьте себе все что вы захотите там это будет просто иногда уровень вот этих вопросов меня поражает как это найти будьте мобильными людьми можно найти все что угодно тем более Юлиану так мы поехали не будем тебя отвлекать от тебя ждем следующих вестей как только появляется кухня мы приезжаем и начинаем тестировать а вы друзья пожалуйста напишите Юлиане слова поддержки классные и я сейчас на правах человека который здравствуйте здравствуйте у нас про ресторан программа мы не с 1 плюс 1 ребят расслабьтесь да у нас ресторан вот открывается нет нет у нас совсем другая у нас не майдан да я не знаю что происходит но на правах человека который имеет к этому ресторану большое отношение уже я предлагаю за классный комментарий подарить завтрак или обед да не вопрос да уже давайте будем начинать уже деребанить ее ресторан ну всей команды не только ее ресторан и поэтому давайте за классные комментарии за слова поддержки то что все-таки этот человек который пришел когда ты пришла к нам в октябре в октябре который пришел шить платье сейчас делает крутой проект поэтому давайте все свои пожелания рекомендации мотивации пишите Юлиана будет выбирать человека в выпуске где она будет и будет приглашать вас в ресторан на дегустацию вкусняшек тем более открывается через два месяца правильно да все видите будем заполнять ресторан ну что друзья все время пока наши участники работают мы с Сергеем приняли решение что для того чтобы все-таки находить классных интересных энергичных участников мы несколько снизим наш прайс на участие в шоу потому что очень хотим видеть именно классных героев и поднимем стоимость рекламы ну вот так вот так что участники радуйтесь трепещите мы ждем ваши анкеты для того чтобы стать участником шоу необходимо просто заполнить анкету и быть готовым к трансформации ну а теперь давайте все-таки о главных трех сегодняшних участниках как вы знаете у Ярослава есть две недели для того чтобы показать предпринимателю он или нет для Людмилы сейчас самым главным является нам вместе с командой с Леной Ломановой настроить ей работу и сделать так чтобы вот этот разрыв с партнером стал для нее крайне удачным а я убеждена что так и будет поэтому на ваших глазах мы увидим как все-таки создастся команда мечты потому что по цифрам они уже молодцы Люда уже понимает как выходить на все эти цифры которые ей нужны ну и у Юлианы мы ждем сейчас следующего этапа это кухня дегустация и совсем скоро станем свидетелями того как ресторан все-таки откроется и сегодня мне очень важно узнать услышать ваше мнение как вы оцениваете каждого из этих участников для того чтобы вам веселее писалось я хочу разыграть сегодня еще один билет на мега классное мероприятие это ЛОП конференция которую делает Алис Тимофеев расскажу вам сейчас кто из спикеров будет там просто список пополняется каждый день значит проходит она с 17 по 19 мая в Киев это в Киеве и это прекрасная возможность для того чтобы приехать в наш чудесный весенний город значит что будет и кто будет будет из классных будет Евгений Черняк мега сексуальный мужчина ютуба у которого я обязуюсь взять интервью точно Дмитрий Дубилет Алекс Яновский Андрей Федориф который кстати не дал мне интервью но и не сильно то надо Давид Браун Дмитрий Деркач Эдгар Каминский мужчина который поставил грудь всем женщинам этой страны за исключением меня моя выросла самостоятельно Марина Могилко мега крутой блогер с тремя миллионами на ютуб Виктория Тегибко кстати ее муж мог бы стать президентом но не стал ну и еще короче куча классных людей поэтому как вы понимаете нужно быть пишем офигенный комментарий классный и сильный и получаем за это билет ну и не забывайте о том что вы можете абсолютно бесплатно получить разбор своего бизнеса конечно если есть что разбирать заполняйте для этого анкету она также будет внизу ссылочка на нее миллиард анкет и мы пригласим вас и разберем разберем ваш бизнес расскажем вам что необходимо сделать чтобы заработать денег или вообще скажем вам что шансов у вас нет ну будем надеяться что и это мы переживем мы продолжаем готовить наше мега крутейшее реалити шоу да друзья у участников есть провалы и провалы есть именно потому что у нас реалити шоу а в реальной жизни у людей гораздо больше провалов чем побед ну так уж бывает поэтому побеждает сильнейший и мы будем этих сильнейших находить и раскапывать узнавайте в героях себя становитесь лучше и не бойтесь менять свою жизнь пока эта жизнь не изменила вас так что до скорой встречи и подписывайтесь на наш канал потому что у нас самое классное шоу и хрен с этим пасполь